Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о двух объективах, которые я купил на Алиэкспресс Причем за очень смешные деньги И они сделаны для разъема MFT Ну, для микро 4.3 Причем сами объективы, они вообще-то для охранной оптики CCTV так называемого И обладают байонетом S-mount Просто они уже поставляются с переходником на MFT Грубо говоря, китайцами Но мне очень тоже был интересен этот переходник Поэтому я взял их на работу с собой вместе с фотоаппаратом И протестировал помимо этих двух объективов Еще два объектива, с которыми мы постоянно работаем На всех съемках, на всех проектах Очень крупных и известных Грубо говоря, вот наша камера, на которой мы работаем У нее разъем S-mount Естественно, когда мы ставим объективы, которые предназначены для нашей мини-камеры И рассчитаны на разъем матрицы 1.3 Потому что именно у нашей камеры такая матрица маленькая То мы, естественно, увидим, грубо говоря Ну, я называю это дуплом Но, конечно, это называется как-то По-научному это называется винтирование Причем очень сильная Но, в принципе, на гаше можно сделать Там, цифровое зуммирование X2 Или даже X4 Но при этом все равно, конечно, картинка остается Такая пиксельная И такая вот прям, ну, совсем Конечно, неплохо было бы взять У нас есть объективы, которые рассчитаны на большую матрицу Посмотреть их С этими двумя объективами, которыми предназначены для Тошиба Гаш смотрится очень смешно Просто забавно Я не представляю, если так вот ходить по улице и что-то снимать Очень много объективов полностью управляемых Полностью управляемых Где управляется и диафрагма И зуммирование И все на свете И с таким переходником, да Открывается очень много возможностей Скажем, есть же ведь в природе объективы Которые рассчитаны на большую матрицу И если на фотоаппарате включить режим 4К Да, ну, предположим Чуть-чуть кропнуть картинку То мы можем получить Очень даже неплохой результат Ну, надо найти такие объективы И посмотреть, что получится Мне самому интересно Ну, так вернемся все-таки к нашим двум объективам Которые я купил на Алиэкспресс Вот Смотрите внимательно, когда покупаете, да Чтобы действительно на сайте было прям подписано Что объективы подходят для микро 4.3 Это очень важно, чтобы у вас не было вот этой бочки, да Ну, не бочки, не дупла называется Это винтирование называется Вот И, в принципе, у этих двух объективов нет никакого винтирования Скажем, вот объектив на 25 миллиметров Называется он Фудзи Янь Да Он стоит всего полторы тысячи рублей Максимально диафрагмирование 1.8 Вот скажите мне, где вы за такие деньги, да Найдете родной объектив от Panasonic С такими же параметрами или Olympus Они там стоят уже в районе десятки дороже Даже на eBay На таких сайтах Даже бушные Я как-то попытался купить на eBay Но у меня не получилось То есть там ставки перебиваются, перебиваются И все равно они стоят денег Ну, а эти объективы, вот они показывают очень хорошее качество Если снимать на фотоаппарате режим 4К У них даже есть детализация Скажем, вот этот Фудзи Янь 25 миллиметров Это хороший портретник И Баке у него Размытие заднего фона Мне очень понравилось Оно забавное, знаете Что-то чем-то похоже на наш Helios Такое вот Что-то в нем есть Ну, а рыбий глаз Он стоит подороже Он стоит 3.800 Вот Картинка у него Достаточно детализированная То есть Конечно, нет такой детализации Как у родных объективов Панаса Это ясно Но Как использовать его Как что-то такое забавное Чтобы получить какой-то забавный план А-ля GoPro Очень даже может быть Причем за такие деньги Конечно, да Я считаю Его надо купить Всем обладателям Олимпуса и Панасоник И других камер Тех же Blackmagic Тех же там Zenmuse Которые там стоят на DJ Это же в принципе Все один и тот же формат Крепления МФТ Микро 4.3 Эти два объектива Могут быть очень даже полезны Там вообще Если поковыряться на сайте Очень много Всяких вариантов И рыбьих глазов И вот этих полтинников И 30 Ну и полтинники 25 миллиметров Грубо говоря И 35 миллиметров Объективы есть И конечно Я думаю, что они в принципе Все по параметрам похожи Поэтому можно брать Любой И посмотреть И потестировать В принципе За такие деньги Можно это сделать Можно себе позволить Так сказать Надеюсь Мой обзор был вам полезен Всем обладателям Панасоников Олимпусов Blackmagic И так далее Всех вот этих камер Что можно действительно Разнообразить картинку Разнообразить план Вообще в принципе За копейки За счет китайских объективов В принципе По качеству Они очень достойны Продолжение следует